У нас была такая нетипичная для нас, ну и вообще для видеопродакшена задача снять корпоративное видео про бренда, но с социальной направленностью. Нам было важно донести нашу социальную функцию. Мы здесь, мы в этом городе, мы работаем ради него и ради этих людей. Тут важно было, чтобы эту задачу разделяли, потому что я сам, ну, по сути, не знал, какая должна быть картинка. Я только знал, ну, конечный результат, что человек должен почувствовать. Был опыт сотрудничества с компанией RuVision. Я понимал, что с технической точки зрения, там, точно все окей. Был личный контакт с Алексеем Левиным, ну, так, какой-то эпизодический, именно по темам в рамках продакшена. И я понимал, что, возможно, это тот человек, у которого глаза могут загореться. Мне важно было найти человека, у которого тупо загорятся глаза, потому что иначе отдавать этот проект чьи-то руки, ну, мне бы было страшно. Нам сразу было, там, по-моему, три или четыре различных концепции предоставлено, там, напрямую от референса и какие-то ответвления с различными акцентами. Самый главный эффект, который мы хотели, это вирусность и создать определенный хайп в городе. Мы считаем, что прям совместно с командой и задачей справились. Ну, блин, два миллиона просмотров, это о чем-то говорит. И звонок из правительства, что нам понравился ваш ролик. Это тоже, знаете, дорогого стоит. Если говорить, ну, про соблюдение сроков относительно подрядчика, слушайте, ну, там вообще, наоборот, подвиги совершались, потому что появились сюрпризы, да, когда то нам одно слово вырезали юристы на телеке, то кадры начали подрезать. Ну, ночью реально ребята делали, чтобы последние правки внести. Я слышал очень много позитивных оценок именно от коллег по цеху, от маркетологов, да, и даже от тех же ребят, которые тоже видеопродакшн делают. Мне многое просто там писали, спрашивали, кто вам делал. Точно можно сказать, что набрали больше, чем ожидали, базу уникальных посетителей сайта, который был в конце видео, естественно, которая потом пошла в ретаргет. Проект, что важнее, на мой взгляд, в такого рода проект, это не цифры по стоимости, там, леда или их количество, а это именно то отношение покупателей, которые, ну, разделяют эти взгляды. Самые важные, наверное, да, критерии в работе, в принципе, ну, со всеми компаниями, именно это я и получил взаимодействие с RuVision, это в первую очередь приверженность проекту, потому что, ну, деньги не всегда, скажем так, мотивируют на 100%, а когда он хочет, чтобы проект получился, ну, вот это я называю приверженностью, то это, ну, в какой-то степени даже, там, гарантирует результат. Второе, это адекватный подход к ценообразованию. Не было ни доли сомнений, что ту смету, ту цену, которую я получаю, что ее надо перепроверять, сухо глядя в нее, понимаешь, что, ну, все честно и понятно. Как третий критерий, это про профессионализм и про up-to-date, ну, в общем, в соответствии со временем, да. Одно дело профессионально просто что-то делать, но это можно 20 лет подряд одинаково делать, а другое дело подходить по-новому в соответствии, ну, с тем, что сейчас происходит в индустрии. Ну, это реально очень важно, и это сыграло очень большую роль в этом проекте. Безусловно, планируем сотрудничать с RuVision. Я, там, с удовольствием рекомендую RuVision, когда меня, там, в тех же чатах маркетологов, я не знаю, или просто кто-то спрашивает и конкретно про ролик и вообще. Поэтому всегда рекомендую, ну, и сами при необходимости обращаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова